всем привет хочу рассказать одну интересную вещь дело в том что среди массы ножей которые ну вот как например обычная крыса да это один из самых популярных ножей как мы знаем большинство ножей они делаются под левую руку ой под правую и под левую руку одновременно они называются на английском чаще всего ambidextrous и вот здесь мы видим что он у него и дырки под клипсу есть четырехпозиционная как говорится клипса во всем остальном кроме лайнер лока он практически симметричен вот у нас двух сторон шпенек там и так далее вот и тем не менее все мы знаем что правшей гораздо больше в мире и все основном делается для правшей вот типичный пример это понятно это китайский нож это не сиден за это как бы в фейк ну для наших целей как бы его вполне достаточно чуть-чуть такого покажу просто немножко резал пальцы немножко его там подтер подключил немножко вот такой вот ножик ну подробно на нем останавливаться не будем сами тоже не в восторге от того как что ножи подделывают и ставить чужое клеймо одно дело украсть дизайн другое дело в наглую поставить креслиф ну тем не менее вот этот нож он спроектирован под правую руку кстати вот я не знаю на сибензах вот такая штука есть или нет ты не обращал внимание по монету это вот здесь дополнительный можно посмотреть дополнительный ограничитель и не дает лайнеру уходить так вот в чем суть нож у него шпенек только под правый палец сам по себе лайнер лог который у нас фрейм лог лимона лог он разработан под правую руку да и когда мы его вот открыли взяли защелкнули так вот что я хочу сказать насчет таких вещей левой рукой понятно да ну вот как его открывать дело в том что я сам левша и как большинство левшей приходится мириться с тем что очень многие вещи делаются именно под правую руку и приходится либо пользоваться правой рукой этими вещами либо искать какие-то свои способы вот и как-то это помогает конечно развиваться гармоничнее но в данный момент речь не об этом в данный момент речь о том что иногда можно интересные штуки такие найти интересные вещи то есть например многие видели как открываются средним пальцем спайдер-кон уже или спайдер-кон неважно так вот такой же самый финт можно здесь проделать левой рукой и в данном контексте тогда у нас эргономика будет лучше на для левой руки что для меня для самого стало вообще таким открытием небольшим смотрите как я открываю его правой рукой правой немножко не умело это делать может все-таки рука левая рабочая но тем не менее могу его щелкнуть привыкать надо ладно и что я могу сделать левой то есть собственно мне левой открывать его гораздо удобней за тот же самый шпенек для правой руки ну кстати в принципе здесь можно посмотреть что он переставляется но далеко не на всех ножах есть такая опция переставляешься шпенек здесь где-то впрессованный например там же ничего не поделаешь но в таких ситуациях нам помогает именно вот такой финт и причем если мы открываем вот так мы не можем одновременно заблокировать быстро нам нож нужно переложить и вот здесь уже мы ставим этот блок если мы выполняем это и когда закрываем мы отодвигаем фрейм у нас идет клинок на палец да то есть мы отодвинули фрейм поддвинули клинок убрали палец закрыли так вот теперь что происходит с левой рукой щелкнул еще раз покажу щелкнул у меня уже я беру в руку нож и и все и заблокировал все это гораздо быстрее посмотрите делаю это тогда переворачиваю то здесь и что это касается не только открывания это касается еще того как мы его закрывать будем потому что если мы правой закрываем ну понятно это здесь указательным пальцем не важно с какой стороны подлазить в любой в любом случае удобно но здесь у нас клинок идет на палец потому что мы палец и ведем для того чтобы отжать фрейм так чтобы он был именно на пути клинка если же мы это делаем левой рукой то мы одновременно отжимаем фрейм и убираем палец с линии по которой клинок идет то есть мы можем клинок закрыть очень быстро быстро его открыть быстро закрыть и здесь минимальный травматизм будет в такой ситуации поэтому я не знаю он конечно разрабатывался лайнер лог для правшей потому что так удобнее открывать но если налогчиться то для левой руки на самом деле это более безопасный замок любой лайнер лог что здесь мы это делаем кривые мои руки но тем не менее да на той же крысе кстати вот и и не пробовал так открывать можно каждому каждой эргономике нужно привыкать но ничего вполне себе получать вот есть такая же абсолютно ситуация лайнер мы открываем в эту сторону и палец у нас уходит от удара клинка то есть мы закрываем быстро ну вот в общем такая штука надеюсь кому-то было интересно левшам еще и полезно спасибо за просмотр не болейте